На прошлом активе депутат Госдумы Николай Панков скритиковал реакцию регионального оператора на то, что террористы положили под дверь офиса елки, ввиду невыполненных условий к региональному оператору. И вот такая же ситуация произошла в селе Подсосеньке, то есть активные и заслуженные даже жители села, которые также были гражданами администрации, не выдержив переписки уже с администрацией, ввиду того, что не были почищены дороги, и мусор эффективно не выназвился с их улиц в зимний период, они положили мешки с мусором под дверь администрации, за что, соответственно, и поплатились заявлением органы, и, соответственно, будет либо штраф, либо какое-то административное наказание. Почему у нас в администрации не идет конфликт, вернее, не идет выбирать конфликт, нежели чем просто диалог с жителями, тем более это не какие-то там активисты, которые там стоят, что-то требуют обычной жители. Почему нам кошмарить? Ну, хотел бы сразу сказать, что никакого конфликта как-то не было, поэтому и мусор, мешки положили не к администрации, как это было в сюжете, а положили к учреждению культуры. Поэтому начнем с этого. Что же касается в целом, значит, я посмотрел и публикаторы, и посмотрел комментарии, очень приятно, что там одна из жительниц, как бы, высказывала, причем долго вела переписку, и высказывала как раз мнение о том, что дороги-то почищены. Что касается этого конкретного случая, значит, я еще раз повторяю, ни на какой конфликт мы ни в коем случае не шли, так скажем, никаких переписок не было, были обращения к непосредственному управляющему, то есть специалисту на селе, которая информацию передавала, в том числе и к нам. По этой информации мы неоднократно обращались как к региональному оператору, так и непосредственно, значит, прокуратуру. Тот сюжет, который был показан, я, в принципе, так скажем, нигде не увидел непроезжих дорог, поэтому и жители это подтверждают, что проезд, как бы, везде у нас осуществлялся, причем иногородние жители, которые приезжают, всегда обозначали в том, что подсосники вычищены, как никакой иной другой населенный пункт. И даже мне ставили это, как бы, так скажем, вину. Поэтому здесь вот, ну, я не вижу. Да, есть там, во-первых, вот этот участок, где фабричные закупки. После того, как пришла информация, мы в этот же день встретились с населением, в том числе и с этой девушкой, которая проявляла активность, в том числе и, так скажем, положительную активность. Да, они участвовали, и мы совместно работали по, значит, благоустройству детских площадок. Встреча эта была произведена, и не только с ней конкретно, а на встречу было порядка 30 человек жителей. Поэтому, как бы, вопрос рассмотрели. Я думаю, всем было понятно, что такие, так скажем, нетривиальные решения, они не приводят к решению проблем. Но в целом, в целом, как бы, были такие-то определенные договоренности. Значит, да, снега было много. Мы договорились, что определенный участок освободим, где можно будет вот этим, там, порядка 6-7 домов складывать этот мусор. И куда будет приходить вот эта машина, которая будет этот мусор забирать. Удаленность от жилых домов, вот этой проезжей дороги, где-то порядка не более 50-60 метров. На чем мы согласились, и, как бы, это сразу же мы все и сделали. Что касается очистки дороги, я еще раз говорю, можем встретиться с населением, и вам население выскажет, каким образом производилась очистка дорога в селе Подсосин. Ни одной жалобой с населенных пунктов, в принципе, не поступало. То есть административная комиссия в этот вопрос готова решить полюбию? По административной комиссии? Да. Ну, то есть ни кошмарить, ни штрафовать. А при чем здесь кошмарить? По закону? Ну, по закону вы попросили даже принести мусор поклонному кресту. Вот, разрешили ее выбросить. Это разве там не тянутся? Значит, вот я еще раз говорю, вот просьба, когда вот такое бывает, лучше тогда приглашайте нас, чтобы вы услышали, я вам не диктую, как в СМИ, а просто чтобы вы услышали все, так сказать, точки зрения. Ни о каком поклонном кресте речи не было. Поэтому как бы здесь явно что-то переедно сам. И мы этот вопрос держим на еженедельном контроле. Встречаясь с жителями сел, слышим только одно. Синхронизации вывоза твердобытовых отходов не происходит. Или вернее, идет нарушение графика вывоза. Если люди уже привыкли, что там было у них, особенно на Тальском муниципальном образовании, было это достаточно четко сделано, два раза в неделю, в конкретное время приезжала машина, как сказать, при помощи колокольчика собирала весь мусор, и никакой проблемы с вывозом не происходило. Накопления тоже не было, то на сегодняшний день, и на последней встрече в Головановке, мы так же встречались, к сожалению, это присутствует. Приезжают в лучшем случае раз в неделю, несмотря на то, что уже стали пятилетними контрактов, пятилетний контракт выиграли, это первое. Второе приезжает не своевременно, в 8 или в 9 утра приезжает вечером, когда уже, конечно же, и собаки, и птицы могут поработать с этими мешками для разноса мусора практически по всему селу. Поэтому вопрос качественной работы тех компаний, которые выиграли уже теперь пятилетний контракт, он не снимается. Мы, как администрация города, района, муниципальных образований, быково-трокцевого и натальянского муниципального образования, этот вопрос держим на ежедневном, еженедельном контроле. Пока этот вопрос еще не является полностью удовлетворительным для жителей и для местных органов власти. Хотелось бы также обозначить, что на сегодняшний момент население натальянского муниципального образования мы проводили многократные конференции по поводу установки контейнеров в населенных пунктах. Население, к сожалению, категорически против установки контейнерных площадок. Поэтому мы и определились с этим запутком пофабричной, что мы чуть-чуть побольше сделаем, сдвинем снег на одном из перекрестков, чтобы там была возможность положить. Но ситуация, еще раз говорю, на сегодняшний момент в субботу мешки положили, они до сих пор лежат. То есть ни в воскресенье транспорт не прошел, но на сегодняшний момент такая ситуация. Что же касается административной комиссии, это орган коллегиальный, поэтому ваша просьба ко мне или к административной комиссии рассмотреть это в особом режиме, здесь я уже не уполномочен об этом церкви. — Понятно, что тема мусора такая очень сложная и в городе, и в области, и в районе, и у вас в том числе. Поэтому здесь, конечно, ответственность с региональных операторов снимать ни в коем случае нельзя, и действительно полностью, 90% считают, что это вина работы регионального оператора, потому что они не смогли выстроить эту работу. Но хочу сказать о том, что администрация Натальевского муниципального образования тоже должна выстраивать отношения, в том числе и с жителями. Поэтому здесь тоже хотел бы обратиться к вам. Не стоит, мне кажется, на административной комиссии рассматривать вопрос о том, чтобы штраф выписывать жителям, о том, что они недовольны этой коммунальной услугой. Вопрос-то по большому счету не к вам, но вы взаимодействуете с жителями ближе, чем региональный оператор. Здесь, может быть, просто им... Понятно, что, может быть, они не поняли вас и подумали, что это вы виноваты. Может быть, объясниться жителям в таком порядке. Тема общая, мусорная, она очень сложная. И виноват рекоператор. Я же сказал, практически в тот же день встреча была организована. И поэтому людям было сказано, что никаких, так сказать, да, был привлечен участковый и так далее. Но, опять же, уважаемые, на административной комиссии возможны ряд вариантов, в том числе и предупреждения. Я не хочу... Понимаете? Поэтому извините, как бы, ну... С точки зрения, просто, как-то сами сказали, с разных сторон надо посмотреть на эту проблему. Просто я сам тоже обращаюсь, чтобы вы с разных сторон, в том числе и с этой стороны, не посмотрели. Давайте я скажу. Председатель административной комиссии пошел сказать, что раз протокол построен, он будет рассмотрен. И, если правильно, надо посмотреть документы, если правильно понимать, есть организации не санкционированные свалки, а есть выброс мусора. Выброс мусора – это более тяжкое. Сброс, да? Ну, там, сброс, да, вопрос. Это более тяжкое административное правонарушение. По имеющимся правилам административной комиссии, практика такова. Если человек признает вину и согласен, его могут пожалеть. Если нет, как правило, выписывается штраф. Вот и все. А завтра у нас каждый будет выбираться мусор куда угодно. Мы этого не допустим. Я все-таки хотел бы... Чем отличается складирование мусора на перекрестках любой из улиц на подсосинке силы от незаконного складирования мусора где-либо? Почитайте административный контракт. Но ведь там нет организованной площадки. К сожалению, по закону, да, нет проблем с рекоператором. Причем они значительные. И я, с одной стороны, людей понимаю. И вот на сегодняшний момент, как бы тот мусор, который выложен по закону, по закону, пока рекоператор не забрал этот мусор и не положил его в свою машину, это мусор, это собственность моя, как, допустим, или другого собственника, который выложил эту тару. К сожалению, это так. В законе есть два, две возможности сбора мусора. Это либо контейнерный, либо бесконтейнерный, тарный, то есть через мешок. Но вот пока вот это все не слишком хорошо и удовлетворительно работает. И это не удовлетворяет в первую очередь в том числе и нас. Я об этом уже сказал. Сейчас снег сойдет, и вот то, что было кем-то выложено, вовремя не убрано, чистился снег там и так далее, мы сейчас получим полную картину того, как у нас сработал рекоператор. К сожалению, это так. Ответьте на вопрос, пожалуйста. Чем отличается складирование вам по устной договоренности между жителем и вами вот на этом перекрестке от того, что она принесла конкретную куботу? Чем? На всех жителей села можно написать административную куботу? Я думаю, здесь немножко ситуация другая. Давайте подискутируем. Давайте в рамках административной комиссии, Павел Васильевич, пожалуйста, приглашайте всех участников, приглашайте СМИ и в рамках уже установленных требований объясняйте, чем одно от другого отвечает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!